Мясо – это основной источник белка, который необходим ребенку больше, чем взрослым. Также в продукте есть аминокислоты, которые нужны для полноценного развития нервной системы. Мясные жиры обеспечивают ребенка энергией, а также имеют в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты. Эти кислоты помогают усвоению белка, минеральных веществ и витаминов, хорошо влияют на обменные процессы на развитие и рост ребенка. В мясе присутствуют вещества, которые отлично стимулируют пищеварительные железы, от которых повышается аппетит. Данное питание – это основной источник железа, что немаловажно для поднятия гемоглобина. При нехватке железа у ребенка снижается иммунитет, он становится более восприимчивым к врастудным заболеваниям и проблемам желудочно-кишечного тракта. При нехватке калия могут быть проблемы с сердцем и пострадает моторная функция кишечника. Калий регулирует водный, кислотный и электролитный баланс, участвует в работе нервной системы и регулирует давление. Дефицит фосфора приводит к рахиту и анемии, может пропасть аппетит. Фосфор и магний помогают при росте мышц и костей. Без витаминов группы В ребенок становится капризным, быстро устает, плохо ест, нарушается работа желудка. Цинк влияет на развитие речи и мелкой моторики на память и внимание. Все виды мяса обладают определенным вкусом и имеют много полезных свойств. Говядина повышает гемоглобин, курица регулирует давление, индейка укрепляет кости, а кролик – идеальный продукт для первого прикорма грудничку. Через несколько месяцев после того, как вы познакомили кроху с овощами, фруктами и кашами, начинаете водить в рацион мясо. Водить мясо в прикорм можно 7-8 месяцев. В этот период пищеварительная система грудничка уже готова переваривать тяжелую пищу. В некоторых ситуациях, когда у ребенка низкий гемоглобин, он плохо набирает вес или он родился недоношенным, вводят мясное питание с 6 месяцев. Причин отказа крохи от мяса может быть много, и в зависимости от возраста эти причины разные. Груднички могут отказаться от данного питания, потому что вы неправильно вводите мясо в прикорм. Возможно, вы накармливаете ребенка силой, а давление всегда порождает сопротивление. Дети старше года могут отказываться от мяса по следующим причинам. Ребенку не нравится внешний вид блюда. Ребенок предпочитает, например, только говядину, а курицу не ест. Если родители насильно пытаются накормить малыша, он не ест из принципа. Если порция, которую вы предлагаете, слишком большая, ребенок испытывает страх перед объемом и отказывается есть вовсе. Индивидуальная непереносимость мясных продуктов. Есть еще ряд причин, когда кроха отказывается от мяса. Ребенок в год не ест мясо, так как его тяжело жевать. Также кроха может отказываться от этого питания в период болезни и если сильно жарко. На аппетит влияет и консистенция блюда. Если слишком твердое и горячее, малыш есть его не будет. Что предпринять в этом случае? Все зависит от причины отказа от мяса. Я дам общие рекомендации, но в каждом случае нужно разбираться индивидуально. Чаще всего есть просто непонимание детской психологии и неумение родителей поддерживать интерес ребенка к отдельным продуктам. Не готовьте мясо кусками, сделайте так, чтобы его в блюде малыш не видел. Для этого необходимо мелко перемолоть на мясорубке или блендере мясо, спрятать его в кашу или овощи, можно добавить в запеканку, пирог или суп. Также его можно оформить в виде салата. Приготовьте и оформите блюдо так, чтобы малышу захотелось его съесть. Если малыш не любит какой-то вид мяса, можно его спрятать в пельмени, блинчики или котлетки, а не давать куском в тарелки. Можно из мяса сделать колбасу или сосиски. Начните сами активно и с удовольствием кушать мясо. Покажите личным примером, что данный продукт вкусен и безопасен. Для ребенка старше года хорошо работают такие способы. Разнообразить блюда из мяса, изменить способ приготовления, красиво оформлять блюда, привлекать малыша к вредовлению еды, съесть при ребенке с аппетитом, дети любят подражать взрослым. Главное, не заставляйте ребенка есть, если он этого не хочет.